Один военный в зоне АТО, один военный погиб, пятеро получили ранения. Обострилась ситуация в районе Авдеевки. По украинским позициям боевики ведут огонь из тяжелых орудий. В самом же городе снова перебои с водой. Из-за ночного обстрела остановилась Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой и подконтрольную Авдеевку, и оккупированную Ясиновату, а также часть Донецка. Подробнее в нашем материале. Блин, да, заходим, заходим. Это, ну, скорее всего, 82 миллиметра или СПГ. Чтобы противник не подошел к позициям военных, им приходится отвечать оружие из списка, разрешенного Минскими соглашениями. Сами видели, да? Мы не начинали первое. Уже которую неделю боевики не прячутся, применяют тяжелое вооружение. Из минометов бьют средь бела дня. За последние сутки под оккупированной Горловкой армейцам удалось предотвратить попытку штурма. Вовремя зафиксировали, как противник группируется и готовится к атаке. Были прицельно, прям по позиции, а в непосредственной близости. Все рвалось. Прилетело порядка, больше ста мин, запрещенного калибра, сто двадцать два. Это у нас сто двадцатая мина. Получается, такие подарочки нам пролетают. Когда начался минометный обстрел, они начали группироваться в районе школы. Скупчение техники, живой силы нам передавали с других постов, что сейчас будет начинаться прорыв. Не прекращаются обстрелы днем и в районе Авдеевки. Бьют в основном по промзоне и передовым позициям военных. Во время ночного обстрела снаряды попали и по Донецкой фильтровальной станции. Восемь мин разорвались возле админздания, где в бомбоубежище прятались сотрудники. Одна из мин перебила хлоропровод. Его вовремя перекрыли, поэтому удалось предотвратить утечку. Но все равно станция остановилась, сотрудников эвакуировали. Остановлена Донецкая фильтровальная станция из-за непрекращающихся там боевых действий и повреждения самой станции. Будем надеяться на лучшее, что обстрелы прекратятся. Резервов хватит всего на четверо суток. А пока воду подают в Авдеевку по часам, ДФС снабжает живительной влагой и оккупированную Ясиноватую, и часть Донецка. В ОБСЕ отреагировали достаточно резко. Глава миссии назвал обстрел Донецкой фильтровальной станции демонстрацией полного пренебрежения к человеческой жизни и призвал прекратить огонь. А также предоставить возможность патрулям ОБСЕ попасть на территорию объекта. Ирина Баглагина, Геннадий Вивденко, Вадим Ревун. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.